Моя мама чемпион по парусному спорту, моя тетя чемпион по парусному спорту. Ивану Куваеву из Тольятти еще 13, но он уже продолжил свою семейную династию парусных спортсменов. На Большую воду выходит уже 7 лет. Сегодня участник самой масштабной парусной регаты в Татарстане. Это сразу три водных турнира, чемпионат, первенство России и республиканские соревнования Камское море. На субботу было какое-то число, это были для меня самые неожиданные дни, потому что там был ветер довольно сильный. После каждой волны ко мне в кокпи, вот эта вот емкость, в кокпи мне точно больше литра воды заливалось. А чтобы не потерпеть фиаско, главное поймать настроение ветра, говорят участники. Парусный спорт Елизавета Азовцева называют умным. Здесь не сражаешься с противником, как в боксе, а просто пытаешься обойти его. Тут больше нужно знание аэродинамики немножечко, тактики парусных гонок, стратегии. Каждый гонщик должен показать, как он умеет ходить против ветра, галсами, как он может идти, когда ветер будет сбоку и когда ветер будет в корму. То есть там разные техники руления. Парусный спорт, я считаю, что это шахматы на воде. Сейчас на воду спускают три класса яхты. Топтимисты для самых маленьких, кадеты для возраста постарше и те самые гоночные яхты класса Европы. Сейчас участник, который будет участвовать в заплыве, это Иван Святов. Расскажите, пожалуйста, чем может быть легче управлять, чем на кадете или оптимисте? Тут, наверное, меньше парусность? На этой лодке больше парусность, 7 квадратных метров. По настройке эта лодка достаточно сложная. Такую яхту еще называют Швердбот-одиночку. Управляет ей всего один спортсмен. В 90-х годах ее включили в программу Олимпийских игр. Сегодня старт только на одиночных суднах. На воде около 200 спортсменов из 20 городов России. Участникам от 10 до 50 лет. Как думаете, поездка получится в вечер? Как ветер средний? Как вообще для парус? Ветер сойдет. Как? Хороший ветерок. Сейчас мы проходим ту же самую дистанцию, что и участники со скоростью при среднем ветре в 10 км в час. Здесь главное не километры, а мастерски обойти все контрольные знаки. За минимальное время в 40 минут. Новичков сегодня нет и правила для всех равные. Самый элементарный вернулся назад при фальстарте и не задевать контрольные знаки. На его обход всего одна попытка. Имена лидеров соревнований станут известны 17 июля. Ну давайте, удачи! Спасибо. Юлия Муратова, Андрес Интальцев, ТНБ, Лаишева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова